До революции за это бы оторвали яички, потому что курить вообще разрешалось. Тут у нас зоопарк. Вот это то самое копье. Ой, смотрите-ка, тут намечается любовь. Здрасте. Сочинил я тут, значит, стишок, обращение к ниф-нифу, наф-нафу и наф-нуфу. Точнее, обращение от них. И спросил меня наф-наф, I'm a beautiful enough. Мы уже гуляли отсюда, вот в ту сторону. Экскурсия называлась «От покровки до хитровки». А сегодня мы с вами пойдем вот в ту сторону, а потом туда и прочее. Потому что, собственно, как свинья везде грязь найдет, так и заяц везде найдет проходные дворы. Их в Москве немного, но они есть. Они, конечно, очень сильно отличаются от петербургских. Там не воняет мочой, что, согласитесь, сразу убивает всю аутентичную атмосферу. Но за счет этого по ним гораздо приятнее гулять. И сначала мы сделаем такой круголек, уголек, а потом, соответственно, окажемся на той стороне. Это улица Покровка. Здесь находится в знаменитом московском краеведении дом Камот, его так называют. Один из немногих примеров барочного стиля в Москве от слова «барокко», а не «барко». Потому что, если в Петербурге это Зимний дворец, Екатерининский большой дворец в Царском селе, ну, в конце концов, в Строгановский дворец на Невском проспекте, то в Москве их буквально там можно по пальцам рассчитать. Вот это один из них. И некоторые отмечают, что это стиль рок-хайль. Ну, на самом деле, более вычурный стиль барокко называется рок-ко-ко. Рок-кайль – это от ракушек, которыми здесь вот прям нашпигован фасад. И одним из характерных признаков вообще этого стиля, как я всегда говорю, посмотрите на свадебный торт, и вот вам, собственно, стиль барокко. Принадлежал он и Апраксинам, и Трубецким, которых называли. Трубецкий комод. Стои. Ну, проезжай. Трубецкий комод из-за этого здания. Дело в том, что если вы пойдете в музей, то вы увидите там разные шкафчики, комодики и прочее, которые раньше делались прям-таки как здание, с большим количеством ящичков, секретиков выдвижных и так далее. Ну, и когда народ смотрел на это здание, ему и приходило в голову вот это слово «комод». А мы с вами идем вот сюда. И пока мы идем, я вам потихонечку начну рассказывать про одного человека, которого звали Сергей Эйзенштейн. У папы у него была фамилия Айзенштейн. Соответственно, он ее переделал, чтобы она была более благозвучная и менее напоминавшая вот этих людей, которым в Российской империи было не очень хорошо жить. Эйзенштейн известен нам, естественно, по самым программным произведениям. Прежде всего, это броненосец Потемкин, который после Великой Отечественной войны вообще многими назывался, как один из самых знаковых фильмов всех времен и народов. Сейчас он таковым и не является, безусловно. А куда они убрали? Тут же был какой-то такой... А вот он здесь, за углом. Сейчас мы вам покажем деревенский уголок в самом центре Москвы. Вот так, в принципе, раньше выглядела вся Москва. Ну, за исключением вот этого... Это что у нас? Дикий виноград? Ну, подскажете мне, как чуть не сказал орнитологу, что это такое. То есть, вот эти вот поленьицы дров... Это нормальный вообще атрибут для любого большого города. Они были и в Петербурге, они были и в Москве, потому что все отапливалось дровами. Обратите внимание, что здесь у нас прям-таки прямое, собственно, нарушение всего на белом свете. Вот кто-то здесь тарит бычки. До революции за это бы оторвали яички, потому что курить вообще разрешалось в очень ограниченном количестве мест из-за пожароопасности, потому что большинство домов, они были деревянные. Вот в Петербурге, например, можно было курить на только что открывшемся Благовещенском Николаевском мосту, первом постоянном мосту через Нево, потому что он в основном был сделан из металла. Эйзенштейн, соответственно, папа его, он работал инженером в Риге. Естественно, у Эйзенштейна была мама, но вот что-то у папы с мамой не заладилось. Папа говорил маме, что она такая высокосветская Б. Мама говорила, что он испортил ее молодость. Она закатывала истерики, выбегала на лестничную площадку кидаться вниз головой. Папа хватал ее в охапку, приносил обратно. В общем-то, вот в этом семейном конфликте и протекала молодость, детство и молодость Сергея Эйзенштейна. Он из-за этого, соответственно, у него были очень напряженные отношения с отцом, потому что они развелись, что было большой редкостью в то время, и сына оставили отцом. Но отец, естественно, хотел, чтобы сын пошел по стопам его. Вот здесь вот мы сейчас выйдем, и здесь вот мемориальная доска Сергея Михайловича Эйзенштейна. Дело в том, что здесь написано, что с 20 по 34 год он здесь работал. Здесь написано о том, как он здесь оказался. Дело в том, что на Ориджское взморье приезжал мальчик, забыл его фамилию. В общем, они там подружились, и потом, когда, забегая вперед, Эйзенштейн оказался уже здесь, он этого мальчика, ну, повзрослевшего, случайно встретил у театра Таирова, он к нему подошел, спросил, типа, это вы, это я. В общем, этот мальчик, когда уже не мальчик, а муж юноши, привел его сюда, в свою квартиру, и здесь у Эйзенштейна была комната. Причем, обратите внимание, что эта комната была у него вот даже до 34-го года, когда он уже, в принципе, был известный, прославленный режиссер, и только после этого, наконец, он получил отдельную квартиру. Ну и Эйзенштейн в итоге приехал в Москву, и здесь его судьба свела с таким человеком, как Всеволод Емельевич Мирхольд. И вот это очень интересная история, потому что Мирхольд очень сильно повлиял на Эйзенштейна, и Эйзенштейн называл его своим духовным отцом, то есть он его почитал больше, чем даже своего отца родного. Он не учился, но у Мирхольда была такая тенденция, значит, так, а куда мы ныряем? Здесь мы ныряем или дальше? По-моему, дальше. Такая тенденция отсекать самых талантливых учеников, когда он понимал, что они уже, собственно, наступают ему на пятки. И вот к Эйзенштейну написала жена Мирхольда, Зинаида Райх, что, типа, вы должны уйти от Мирхольда, точно так же, как в свое время Мирхольд ушел от Станиславского. И Эйзенштейн действительно от него ушел, занялся кинематографом. И вот если вы посмотрите документальный фильм, ну, я не знаю, есть ли он на самом деле в русском переводе, искусством монтажа он называется, вот сюда мы идем, проезжай, а мы за тобой. То там все ведущие специалисты Голливуда, там, включая Тарантино, они говорят, что вот Эйзенштейн повлиял на ход мирового кинематографа очень сильно. Потому что, собственно, он и ввел вот эту технологию рваного монтажа, которую он очень успешно апробировал на революционных фильмах. И он ввел такое понятие, которое сейчас является ключевым вообще в кино. Он его назвал аттракцион. Аттракцион – это некая развлекуха для зрителя. Ну, в каком плане? Имеется в виду, что... Это не значит, что кто-то кого-то должен мочить. Это имеется в виду, что зритель должен быть притянут к экрану тем, что там происходит. И Эйзенштейн ввел вот эти вот детали, как, например, ну, самая знаменитая, вот эта коляска, которая скачет по одесской лестнице. Он ввел принцип противопоставления в кадр. То есть, если вы вспомните, например, какие-нибудь голливудские мультфильмы, то там прежде чем бежать, там какой-нибудь зайчик или еще кто-нибудь что-то делает, так вух, и потом фью, и бежит. По такому же принципу, например, чтобы так вот нанести мощный удар, то надо сделать сначала такой мощный замах. Вот эти все принципы ввел как раз Сергей Эйзенштейн. А здесь, я же не зря зайкой оделся, тут у нас зоопарк с птичками самыми разными. И голубятня присутствуют эти павлины. Спой, птичка, не стыдись. И вот здесь, видите, сидят нахоклившиеся. Раньше это был, конечно, целый бизнес, голубей угоняли, например, очень часто за ними охотились. Ну вот нужно отдать, конечно, должное местным жителям, что они устроили такой аттракцион, его содержат и поддерживают. И так, а мы здесь не выйдем, да? Ну пойдем, обойдем. А мы же, по-моему, в прошлый раз уже на это напарывались. Но мы там выходили. У нас здесь не было. Не, мы там выходили, я точно помню. Куда ты завел нас, Сусанин? Ну нам, на самом деле, лучше даже там выйти, потому что нас интересует там мемориальная доска. Да, и представьте себе ситуацию, когда вот Эйзенштейн, наследник соответственно идейный Мейерхольда, посмотрите, какая красивая прекрасная стена с деревянным окном, с деревянным окном, такой трубой в три оси. Все чудесно. Сейчас здесь, на самом деле, гораздо, конечно, лучше, чем когда мы тут гуляли с группой, потому что еще лежал снег. Здесь было абсолютно не пройти, на самом деле. Когда Мейерхольда арестовали, он был репрессирован, жену его зарезали, именно Эйзенштейн, вот это, конечно, самый настоящий подвиг человека, творца, он спас архив Мейерхольда, и он его даже увез с собой в эвакуацию. Благодаря чему, соответственно, мы сейчас знаем про многие документы, ну и вообще можем с ними ознакомиться. Вот здесь очень интересная постройка, бытовая. Посмотрите, какая прелесть. Вот это очень такая старомосковская тема, сочленение вот этих углов. Вот там видно над окном, обратите внимание, хотя окно металлопластиковая, но над ним видно деревянная, соответственно, фактура, чутка драмка виднеется. Я не знаю, насколько это будет смотрибельно на GoPro, но я думаю, что если поднапрячься, то можно это все дело увидеть. ну и естественно, Эйнштейн нам известен также фильмами про Александра Невского и Ивана Грозного. То есть у Сталина была идея показать Ивана Грозного как прогрессивного царя, причем, кстати, Александра Невского уже сначала запретили, потому что мы с Германией сначала вы дружили, а потом эта дружба закончилась сами знаете чем. И Ивана Грозного из Эйнштейна снимал потом еще вторую часть, она тоже не вышла, потому что это все вам говорит, насколько художник зависен от, особенно тогда, от государственной идеологии. То есть вот этот маятник, который качается и за которым ты должен следовать и четко улавливать, о чем тебе можно говорить, о чем тебе нельзя говорить, даже иносказательно. Но возвращаясь к началу, Сергей Эйнштейн это наш гений абсолютный, которого чтят до сих пор в Голливуде. А вот здесь у нас висит мемориальная доска, естественно, абсолютно малоприметная, на которой написано в октябрьские дни 305 года в этом доме заседал статичный комитет, избранный от предприятия учреждений Москвы. Здесь же в декабрьские дни 305 года собирался первый Московский Совет рабочих депутатов, объявивший вооруженное восстание на 7 декабря 305 года. Перевожу заметка надпись нейтральная, но это один из ключевых адресов в истории нашего государства. Я тут сейчас залезу в свои шпаргалки. Дело в том, что это бывшее училище Фидлера. И оно действительно было осиным гнездом. Здесь, например, пребывал такой человек, как Владимир Мазурин, который потом участвовал в Эксин-Элиинке, знаменитом в Москве состоявшемся уже от партии эсеров-максималистов. Но большевистская идеология, безусловно, вымарывала это все из истории. И вот вам несколько примеров. Новое время, 10 декабря 1965 года. Сегодня революционное движение сосредотачивается главным образом на Тверской улице между Соростной площадью и Старыми Триумфальными воротами. Обратите внимание, это те триумфальные ворота, которые стояли там выше. Тут раздаются выстрелы орудий и пулеметов. Сосредоточилось движение здесь еще в полночь, когда войска обложили дом Фидлера в Лобковском переулке, это бывшее название этого переулка, и захватили всю боевую дружину, а другой отряд войска остальную охрану Николаевского вокзала. Значит, вот, кстати, очень интересный дом, тоже помесь французского с Нижегородским. Здесь у нас есть как мотивы конструктивистские, так и вот совершенно нехарактерный для этой эпохи, уже для той, такой вот фронтон и навершие. Но возвращаемся, соответственно, сюда. Борис Пастернак, еще молодой парень, отец которого работал в училище вояния живописи, находившемся на Мясницкой в доме Юшкова. Это такой дом с ротондой, известный своей масонской историей. Он сюда ходил и есть, соответственно, у меня вот. Андрей Труайя о биографии Бориса Пастернака писал. В училище наводненном революционно настроенной молодежи, естественно, потому что все училища, все университеты, они были двойные революционной молодежью, работали штабы дружин. Однажды 15-летний Борис пропал, отсутствовал долго, а когда вернулся, видом своим напугало родных. Фуражка смята, одна из пуговиц полурастегнутой гимнастической шинели выдрана с мясом и повисла на треугольном лоскутке ткани. И вот его соответственно стихотворение. шашки, шашки, бабьи платки, бакенбарды и мордой вагулок, густо бредят костры, ну и кашу мороз заварил. Гулка ухает фидлерцев, он пишет фидлерцев, гулка ухает фидлерцев пушкой мошков переулок, это следующий, полтораста борцов против тьмы без числа и мерил. Вот обратите внимание на поэтический пафос, полтораста бойцов, сто пятьсот бойцов против тьмы обложили бедных несчастных и вот они с ними воюют. во-первых, почему училище? Потому что в училище всегда были залы, ну как мы сейчас сказали, актовые залы, поэтому они были удобны для массовых собраний. Это раз. Но, конечно, тут была не тьма. Это Борис Пастернак немножечко преувеличил, пишет дальше. Сегодня утром пошел смотреть и узнать, где стреляли из пушек. Училище фидлера снесли целые куски стен четырехэтажного дома, рамы, окна и т.д. Я вам сейчас подставлю картинку, как это выглядело. Присел, чтобы набросать, что мы пережили за эти два месяца, как собирались три раза уехать вплоть до седьмого числа, когда за два часа до отъезда объявлена эта всеобщая политическая забастовка. Это уже Борис Пастернак пишет в книге «Река времени». Что интересно, что большинство людей, которые обороняли это училище фидлера от тьмы, да, тьма, это действительно поставила вот здесь пушку, вот отсюда она стреляла прямо прямой наводкой из Машкова переулка, это нынешняя улица Чаплыгина, по этому училищу. Многие остались неарестованными, живыми, и вот этот самый Владимир Мазурин, о котором я уже вам говорил, он, например, помимо этого эксона и линки, прославился тем, что убил на красной пресне начальника, бывшего начальника московского уголовного розыска Вайлушникова на глазах у его жены и детей. И, соответственно, ну вот, понимаете, если посмотреть на вещи современными глазами, то есть идет война, маленькая победоносная война с Японией, Россия воюет, и в этот момент вот здесь, в этом здании организуется штаб восстания, чтобы сбросить правительство. Это как бы патриотичный жест и акт или нет? Задайте-ка себе вопрос. Тут вот у нас на этой стороне еще один реликт эпохи. Мы уже переносимся немножечко вперед. Вот, если на него так посмотреть, на этот дом, то, в принципе, он ничем себя не выдает. Кроме вот, ее недавно, кстати, покрасили, мы сейчас к ней приблизимся. Значит, это эмблема общества ссыльно-поселенцев и политка Таржан. А до этого она была желтой, как цвет этого фасада, и, соответственно, вообще сливалась, и ее было не видно. Действительно, это дом, построенный для общества Ное Назанного. Давай перейдем возле улицы. И посмотрим тут на некоторые таблички. Нас будет интересовать одна. конкретно вот это. Здесь жил Александр Петрович Кривенков, член общества политка Таржан, родился, арестован, расстрелян, реабилитирован. Типичная история. Значит, рассказываю про контекст. У нас в Петербурге точно так же есть дом политка Таржан, известный, на Троицкой площади, такое серое здание, а там абсолютно та же самая история. Когда революция победила, то, естественно, те, кто принимал активное участие в борьбе с царским правительством, должны были получить какие-то определенные блага от государства, что абсолютно логично. Вот здесь можно посмотреть на эту эмблему, и на ней написано, видите, общество бывших политка Таржан исцелено поселенцев. Значит, из решетки льется свет красный с надписью СССР, и, значит, оттуда еще текут всевозможные ручейки. Было два таких общества, общество старых большевиков и, собственно, общество политка Таржан и поселенцев. Те, кто сидел на каторге, те, кто были в ссылке, они получали определенные преференции, в частности, у них была возможность поселиться вот в таких домах, что для 20-х годов это просто, но это как сейчас, вы бесплатно въезжаете в квартиру на Цветном Бульваре или там, не знаю, здесь вот на Чистопрудном Бульваре и живете. То есть, это было очень круто. Одним из членов этого общества была, естественно, Вера Николаевна Фигнер, известная народоволка, которая отторобанила там 20 лет в Шлиссельбурге, даже больше, и которая лично принимала участие в убийстве Александра Второго, в ее конспиративной квартире делались бомбы, откуда, собственно, 4 штуки было унесено сначала Кибальчичем, сначала Перовская, потом Кибальчичем. Фигнер очень долго и очень упорно предлагали это общество возглавить. Она отказывалась. По какой причине она отказывалась? По той самой причине, что она говорила, как мы можем вообще создавать такое общество, когда некоторые наши коллеги по революционному цеху сидят в тюрьме. Она имела в виду бывших СССРов, анархистов. Некоторые уже большевики начали приседать в расстрел, особенно старых большевиков тогда еще никто не верил. И действительно, 20-е годы минули, настали года 30-е. Общество это было закрыто, равно как и общество старых большевиков. А многие члены его были ну что поделать? И в папу и ей, да, расстреляны, как вот этот господин Кривенков ною упомянутый. И это вам еще один пример того, как революция пожирает сама себя. И вот эти дома, что у нас в Петербурге, если обойти этот дом, то там с другой стороны есть огромная мемориальная доска с перечнем расстрелянных именно членов этого общества. То есть это люди, которые положили свою жизнь на то, чтобы свергнуть кровавый царский режим. Бла-бла-бла. Вот наконец наступила долгожданная революция. И что они в итоге поимели? Они в итоге поимели, как говорится, на что боролись, за что боролись, на то и напоролись. Вот эта церковь, я вам сейчас покажу, как она выглядела до революции. Она, есть такая байка, что в ней якобы венчалась Елизавета Петровна со своим прекрасным Алешенькой Разумом, Алексеем Разумовским. На самом деле байка более распространенная гласила о том, что они венчались в церкви, которая находилась в селе Перово, нынешней станции метро Перово. Именно отсюда происходят фамилии Перовские, о чем вот я буду завтра говорить во время экскурсии, потому что это уже ветвь идет от Кирилла Разумовского, брата Алексея Разумовского. Собственно, из этого рода та самая Софья Перовская, ну и упомянутая. Здесь они венчаться не могли, а даже если бы это происходило, то это тоже белыми по воде писано, потому что венчались они или нет, никто не знает. Известно, что после смерти Лизы Петровны к Разумовскому пожаловали, попросили, то есть, то есть, бумаги, свидетельствовавшие о заключении этого брака, заметьте, что мы, да, немножечко идем проулками. Он взял какие-то там свитки, перекрестился, бросил их в огонь и усел. поэтому дело ясное, что дело темное. А мы сейчас с вами подойдем к еще одной церкви, находящейся в местечке, которое раньше называлось Бараши. Бараши, Хараши. Вот удивительная вообще организация царского двора, ну и любого королевского двора. Бараши это были те, кто занимался исключительно сопровождением царя в его всевозможных походах. Нет, ты зря сюда переходишь, да, по этой улице пойдем, чтобы церковь показать. И установки шатров. И все, и больше они не занимались ничем. Точно так же, как при дворах всегда были веночерпи, в то время были хлебники и так далее. Вот она вот так вот выглядит, чудом сохранилась, ее планировали на самом деле снести, но не снесли. И теперь вот мы можем наконец перейти. Здесь у нас есть прекрасные изразцы. Вот у нас мужчина с ключом. Это кто у нас? Святой Петр. Ну и много кто, но нас интересует самый последний, конечно, человек, потому что если у вас проблемы со зрением, то можно в принципе вместо окулиста прийти сюда и помолиться, потому что здесь находится предел, освещенный в честь святого Лонгена Сотника. этот Лонген известен тем, что он про пробедение тела Христа проткнул его своим копьем. вот сюда подойдет вот святой Лонген вот это самое копье почитается на самом деле это один из тех святых, который почитается как в православной так и в католической церкви. Обратите внимание на эту церковь с этой стороны. Если так смотреть, то она собственно церковь и не напоминает, потому что немножечко она видоизменилась. По преданию он страдал катарактой и когда соответственно на него брызнула кровь Христа он от нее излечился. Именно по этой причине он считается покровителем всех страдающих глазными болезнями. После чего он принял веру. Ну и за это конечно же причем не только он, там еще ряд его коллег по военному цеху, но и за это конечно же он был подвернут преследованию. За ним послали. И когда собственно эти посланцы его настигли, то он их принял посадил за стол накормил здесь посольство Дагестана посмотрите какая красота земная. Ну и когда они рассказали про цель своего визита он им открылся и сказал что они должны обязательно выполнить то ради чего они пришли. Они ему искренне говорили что мы готовы тебя отпустить но он сказал что нет они отрубили ему голову привезли по назначению и еще одна женщина прикоснувшись к ней тоже исцелилась соответственно глазной болезнью то есть все сошлось и вот эти вот апокрифические мифы они очень сильно имели большую силу хождения в народе ну потому что всегда надо пойти к церкви в Мясницких ворот нужно понятное дело привезти лошадей чтобы их покрестили и так далее технология была абсолютно апробированной мы вышли к Клялиной площади она интересна тем что в свое время в районе Арбата была такая знаменитая собачья площадка вот выглядела она примерно так я вам сейчас подставлю карту этой собачьей площадки которой нынче нет и вы увидите что она конфигурации собственно напоминает вот эту площадь здесь у нас на углу не пойдем наверное в тот двор или пойдем покажем вот такой не очень интересный да пойдем лучше туда быстрее перебежим булочная да вот это кирпишный булочная надо сказать что цены в этой булочной уже отнюдь не старозаветно советские я если честно за свою уже довольно большую практику и общение с различными москвичами в том числе коренными так и просмотры различных видеозаписей очень редко встречал вообще вот это вот видите здесь они в берлине вот я когда водил точнее уже сейчас хрен знает когда поведу экскурсию на площади розы Люксембург там точно так же сделаны ее цитаты ну на немецком правда но там угадываются всякие там фамилии типа там тротски тротски вот сюда мы сейчас зайдем место место для парковки здесь есть один из самых прекраснейших памятников Москвы который нужно показывать под песню которую нынче наверное не все вспомнят я шоколадный заяць я не помню что он там дальше пел я лясковый мерзавец и вот мы встретились с тобой зайка вообще можно подумать что он вылеплен из определенной субстанции да вот такой видите цвет он такой обтекаемый то есть явно с него что-то течет оператор даже решил сфотографировать это великое произведение искусства но что я могу сказать художники так видят глазки у него такие видите да и вообще ну тут можно пофантазировать но я не стану предоставлю это право вам тем не менее зайка стоит не знаю уж насколько он радует глаз тех кто здесь ходит но я когда водил здесь экскурсию у людей был экстаз да так вот соответственно ту собачью площадку ее снесли там проложили вот эту вставную челюсть Москвы Новый Арбат а та площадка она очень многим тоже была известная поскольку ну например если говорить опять-таки про мои студии именно там на этой собачьей площадке Софья Львовна Перовская скрывалась после взрыва который они устроили сейчас уже можно сказать в центре Москвы то есть неподалеку от Курского вокзала тогда это был пригород когда шли два поезда из Крыма ну и собственно они менялись эти поезда постоянно и они взорвали свитский поезд с фруктами которые вез царь ну не царь конечно его ведомство называется она называлась дельная контора себе домой мы вот возвращаемся на эту Лялину площадь она здесь называется хотелось бы сказать конечно что она названа так в честь одной нашей старой знакомой Ляли но нет это был некий персонаж Лялин тоже ну это Лизавета Петровна по одной из версий он очень был красив когда греб и она его заметила по другой версии он был просто красив и шел мимо ну что девушка была молодая любвеобильная царевна а потом императрица могла себе позволить что она и делала но я думаю что просто она его привечала ради наверное богословских бесед что-то мне подсказывает как наверное и Алешеньку Разму здесь вот стоит такой камень на котором написано здесь будет установлен памятник поэту Сумаилу Маршаку Сумаил Яковлевич Маршак начал свое творчество с того что написал сборник посвященный Теодору Герцлю и вообще всему этому сианитскому движению сианита он так и назывался и потом всю жизнь его скупал в советское время потому что не дай бог короче этот сборник всплыл именно Маршак придумал гениальный уход от реальности под названием детская литература да он был одним из главных идеологов идеологов дед Гиза так называемого именно он туда пытался так сказать завлечь и завлекал и тем самым на некоторое время спасал абориутов Веденского Хармса но как мы знаем их это в итоге не шибко спасло а Маршак он даже один раз попал в расстрельный список но Сталин сказал зачем расстрелят расстрелят хороший писатель Маршак и соответственно его чаша сия миновала а потом уже в конце жизни когда организовалось государство Израиль некоторые так сказать представители иудейского народа предъявляли Семену Яковлевичу что вот вы вот такой вот прекрасный поэт а вот евреям ничего не посвятили а он им не мог сказать что собственно посвятил просто время уже было под названием борьба с космополитизмом и как-то особо этот факт не озвучишь а как мы сюда заходили вот здесь мы сюда заходили у Гааза нет отказа это бывшая полицейская больница я вот тут изучал материалы посвященные делу Дрейфуса и встретил упоминание Гааза даже в переписке Антона Павловича Чехова и Алексея Суворина совершенно уникальный персонаж 19 века первой половины сейчас бы он был ну таким одним из ярых правозащитников видите написано спешите делать добро он сделал очень неплохую карьеру ну раньше все услуги медицинские были толкоплатные никакого тебе там соцпакета и все остальное понятное дело и у него была очень богатая клиентура давайте мы сейчас развернемся я хочу показать вот эти два дома вот этот вот и вот этот вот это Иван Гаврилович Кондратенко замечательный архитектор о котором мы еще с вами поговорим один из самых плодовитых архитекторов московского не только модерна на самом деле вот там на улице Чеплыгина дом 10 тоже его дом он построен абсолютно в другом стиле мне просто было лень туда идти не, но мы его покажем потому что у меня там есть отдельный маршрут уже в другую сторону да, так вот Гааз в какой-то момент ну, во-первых он начал обслуживать и небогатую клиентуру но самое главное он проникся вот состраданием к заключенным не только политзаключенным вообще к любым заключенным например, он выяснил что у них конечно совершенно отвратительные вот эти кандалы которые натирали ну, вот знаменитая история когда Федор Михайлович Достоевский он же долгое время в кандалах пребывал когда ему там что-то там выкатили после того как он вернулся в Петербург на одном из сельских салонов ему там предъявили что-то он просто поднял вот такую штанину и показал след от кандалов и все заткнулись моментально такой-то Ивна Гааз придумал соответственно эти кандалы обшивать во-первых он их облегчил и обшивать специальной кожей он их лично протестировал то есть он нахаживал у себя дома ну сейчас мы сказали километраж а тогда что мильяш да в милях все да по ну это тоже такая апокрифическая легенда сам Николай I к нему как-то заехал и обалдел от того что он в этих кандалах там щеголяет и в итоге он все свои деньги практически потратил на вот эти все благотворительные цели вся эта больница была организована по его инициативе причем ему много препонов ему делались на этот счет там начальники полиции писали что не нужно этим заниматься зачем там облегчать чью-то участь этих преступников и деньги все спустил жил во флигеле свой дом продал и в общем когда его хоронили выяснилось что денег у него и не осталось то есть его хоронили за казенный счет в общем вот самый настоящий святой человек а вот этот архитектор Иван Кадратенко возвращаясь к святому Лонгину который у нас покровитель всех болеющих глазами вот здесь мне очень нравится вот эта надпись она жизнеутверждающая видите сделана из гаек очень красивая вот там ну мы туда не зайдем но там есть некое подобие того что я называю закутком счастья Конратенко был вообще из крестьянской семьи и один из местных помещиков не очень богатых кстати надо сказать он устраивал вот видите вот такая прелесть вот посмотрите там окна смотрят прямо в стену мы туда подошли но тут закрыто это редкий случай для Москвы обычно такое в Питере показывают но вот она есть и здесь видовые квартиры в малом казенном переулке ну и вот там соответственно если зайти там тоже красота но справедливости ради надо сказать что как правило это квартира двусторонняя естественно основные окна смотрят на улицу и вот извините что прерываюсь вот чем отличается Москва от Петербурга каждый раз показываю вот я вожусь москвичей и говорю вот смотрите вы зашли сюда во двор посмотрите сколько пространства у вас здесь садик разбит значит вот тут какой-то там этот газон а в Петербурге здесь бы уже был раз флигель два флигеля вот с этими самыми световыми колодцами и так далее а почему так происходит потому что Москва не столица все в основном ломились у нас в Петербург Петербург был не резиновый а в Москву особо не ломились поэтому здесь вот такое вот оно и до сих пор присутствует в том числе даже на Остоженке и Причистенке там тоже есть дворы мимо которых ходишь и вот и вот вот этот помещик он стал ну как бы сейчас сказали спонсировать Кондратенко он выяснил что у него есть еще способности художественные но про Кондратенко мы продолжим закончим в Яково-Апостольском переулке потому что мы вышли на большой казенный переулок и здесь конечно эта же улица раньше называлась нет переулок улица Гайдара потому что вот в этом доме собственно он жил и сюда привозили пионеров абсолютно уникальнейшая история человека он уже в 17 лет был командиром полка если я не ошибаюсь ну и в общем-то к 20 лет у него уже на самом деле был очень серьезный послужной список он там подавлял восстание крестьянские на Тамбовщине в Хакасии собственно одна из версий почему его так назвали Гайдар это хакасское слово Айдар Куда ну и он так подавлял что даже сами его однополчане писали на него кляузы потому что он устраивал кровавые расправы и в общем Крышняк у него абсолютно ехал то есть у него руки были по локоть в крови упс все что ли ну давай ручками тогда что-то ненадолго хватило наш новый купил новый стабилизатор и вот пожалуйста да и вот этот человек написал самые светлые самые программные произведения советской эпохи чего стоит только Тимур его команда да то есть где заложена вся в принципе концепция вот развития советского ребенка да что нужно помогать что вот это там ну вот эту бабушку через дорогу перевезти как сейчас я помню да это все Аркадий Гайдар ну и плюс и все остальные его замечательные произведения пойдем перейдем улицу то есть несмотря на то что он потом лежал по психушкам неоднократно скрывал себе вены правда его замечательный однофамилец и одноименец Егор Гайдар внук заявлял что он это делал потому что не потому что у него крышняк ехал а потому что он не мог справиться соответственно с болью которая его мучила и вот тем не менее да вот он мудрился написать то что стало фундаментом для всего самого лучшего для всего самого хорошего что было в Советском Союзе и то что мы сейчас к сожалению ну если не окончательно растеряли то вот на пути к тому чтобы потерять а это у нас Елизаветинская соответственно школа которую покровительствовала Елизавета Федоровна жена Сергея Александровича великого князя генерал-губернатора Москвы и обратите внимание что она построила в так называемом не классическом виде это уже очередной виток да начало 20 века когда на смену модерна пришел вот этот вот классицизм и здесь вот если посмотреть там есть эмблема которую вы можете видеть как на фасаде дома построенного по инициативе Ивана Ивановича Бицкого воспитательный дом рядом с Зарязем и у нас на набережной реки Мойки где нынешний герцовник там тоже самое пеликан пеликан кормит своих детенышей и рядом два соответственно этих рога изобилия дело в том что по легенде считалось ну пеликан когда кормит он часто перемалывает пережевывает рыбу и такой у него получается такая кровавая отрыжка которую он соответственно кормит своих детенышей птенцов и считалось что он типа разрывает себе сердце и своей кровью когда они там умирают от голода кормит их но это как бы бред сивой кобылы любой орнитолог о теперь я сказал правильно орнитолог теперь правильно вам скажет тем не менее такие соответственно знаки устанавливались вот на таких благотворительных заведениях как вот эта вот гимназия которая была сделана для сирот девушек а здесь у нас еще одна мемориальная доска это уже более известный персонаж всем народная артистка Любовь Полищук которая собственно жила и умерла в этом доме у нее довольно тяжелая судьба есть кстати одно потрясающее интервью с ней вот сейчас бы если бы она прозвучала я представляю какими помидорами бы ее закидали и она там говорит что ну то есть она абсолютно говорит что девушка должна быть девушкой то есть я за то чтобы женщина сидела дома там готовила и так далее ей там предлагали сыграть лесбиянку она отказалась говоря что ну понимаете это же амплуа сыграю один раз и потом всю жизнь этих лесбиянок и играть у нее были кривые ноги она сама из Сибири и она вот она рассказывала что она эти кривые ноги она просто так вставала вот так вот жгутами их перевязывала и стояла выпрямляя у нее было косоглазие которое она тоже исправила самостоятельно известность она получила по знаменитой сцене о фильме 12 стульев где она с Мироновым танцует и он там ее так роняет причем это все было снято за полдня ронял он ее на матрасе хотя некоторые потом поговорили что он ее так неаккуратно уронил из-за чего у нее потом были проблемы со спиной но на самом деле это не так и у нее она была в стоп-листе в советское время ей не давали главных ролей потому что считалось что у нее не советская внешность я думаю что такое не советская внешность это как Тихонова на Штирлице очень долго не утверждали что у него такая дворянская соответственно внешность особенно после войны и мира Бондарчука вот ой смотрите тут намечается любовь оп ты пойдешь за ней чего мы абсолютно не против ну подожди пусть он пусть он пусть он так сказать там будет любовь жгучая и страстная да и в общем любовь полищука у нее были очень серьезные проблемы со спиной она превозмогая боль последние несколько лет играла в сериалах выступала в антрепризе и в общем умерла совершенно не показав виду мы переходим улицу это Яков апостольский приулок это знаменитое паломничество Сантьяго де Компостело где соответственно Сейн Джейкоб Сан-Жакоб и оно было известно тем что нужно было вот эти гребешки присобачивать из-за чего они сейчас до сих пор во Франции называются гребешками Святого Якова это один из главных апостолов Иисуса Христа там просто церковь ему посвященные а мы смотрим вот на этот дом вот это конечно просто совершенно потрясающее здание по проекту все того же у нашего архитета Кондратенко Здрасте Молодец Здрасте его вот этот помещик отправил учиться в Арнольдо Третьяковское училище для глухонемых это кстати еще один мотив благотворительной деятельности тех же самых братьев Третьяковых которые для нас больше известны как галерея понятное дело но я уже рассказывал я уж не помню рассказывал ли я это на видео что Третьяков он был известен не только этим он даже зоопарку зверей дарил дарил и соответственно вот он вместе со своим сослуживцем сокамерником здравствуйте хостел не подскажете где кто хостел слушайте насчет хостела не подскажу скажу честно но я могу посмотреть на карте где он может быть находиться смотрите пожалуйста а вы хоть знаете как он называется нет не знаете приехали а где нибудь надо переночевать а вы уверены что он здесь нет ну чего нибудь здесь конечно наверняка есть а у вас нету навигатора никакого нет есть не могу пользоваться что там такое с вами случилось что вы не можете им пользоваться ну скажите пожалуйста ну надо яндекс так вот хостел рус смотрите вот хостел рус вот у вас есть где вы сейчас находитесь вы находится здесь вот здесь набираете просто хостел вот это убираете просто хостел набираете хол с стел хостел и вуаля и вот вами тут миллион где он ну вот ближайшлись 600 метров нет это апарт отель этого мне надо подождите вам нужен хостел на из курска и вот косту ну и вот все и по карте идете можно позвонить да да пожалуйста да не на что до обращайтесь зайка помог люди в этих хвостов да так вот как хочет сбил в меня смысле он отправился туда учиться и потом соответственно он окончил сначала училище военного изучения а потом санкт-петербургской академии художеств где получил несколько премий кстати и все это время этот человек помещик продолжал его поддерживать финансово ну и соответственно он вот построил например такой огромный доходный дом здесь нас во-первых интересует вот это я всегда показывают постоянный атрибут значит два рога изобилия это признак того что бабло должно течь вам навстречу да как из этого рога изобилия потому что доходный дом и вот этот вот кадуцей это символ бога гермеса меркурия палка с двумя змеями и двумя крыльями обратите внимание как круто они отсеклевали двери это родная соответственно деревянная история и один из тоже характерных атрибутов той эпохи они очень любили это вот видите вот такой хрен пойми кто ваг сатир черт вот кто это может быть да но это опять таки веяние того времени и в общем контрасте он на постройке бутырской больницы на него свалилось ведро с известью повредило глаза и вот представляете он концу своей архитектурной карьеры ослеп не знаю ходил ли он туда молиться к святому лонгину в бараши но вот так вот бы мне хотелось зациклевать сегодняшнюю нашу экскурсию где мы собственно здесь мы собственно и будем финишировать там уже кольцо у нас ну вот собственно какие дворы нашел такие показал хочу напомнить вам что в петербурге экскурсии идут сейчас прям косяками будет большой блок на во время майских праздников каждый день соответственно если вы из москвы решили навестить нашу северную столицу то вами точно будет чем заняться и это все есть у меня в расписании на сайте в москве я вожу сейчас крайне редко но метко поэтому следите за анонсами и покупайте билеты заранее потому что они имеют тенденцию заканчиваться ну и плюс соответственно напоминаю вам про книжки свои автор социальный роман корень который сейчас очень сильно актуально еще более актуальная книжка про пиар во время русско-японской войны и мой путеводитель по нескому проспекту все это можно приобрести мне на сайте ссылки есть вот там внизу гуляйте по москве открывайте для себя новое наслаждайтесь вот этими замечательными видами с вами был гид зайка павел перец увидимся пока